Один из моих друзей скинул мне в WhatsApp сообщение, чтобы я попросил друзей-артистов разослать это все через социальные сети криком о помощи. И получилось так, что многие игнорируют такие сообщения. И два дня я не мог спать. Если честно, крик души какой-то, пазы в души. И я принял решение совершить такой автопробег, на действии показать, что человек нуждается в помощи. У двухлетней Адемик Уанышбек, который и посвящен заезд по городам, страшный диагноз – рак брюшной полости. Сейчас девочка находится в Корее, где ей предстоит ряд сложных операций. Все они не из дешевых. В общей сложности на лечение малышки требуется больше 400 тысяч долларов. Первые деньги, которые Жаслан отправил на операцию Адеми, были выручены с рекламы. Ради нее мужчина не пожалел даже своей машины. Есть бюджет как реклама. Поэтому в этом случае я предоставил свою машину в виде билборда, где они разместили свою рекламу, заплатили за эту рекламу. И эти средства все я направил в помощь в лечении девочкам. Благотворительный автопробег несет только информативную функцию. Неравнодушные казахстанцы могут перечислить средства на определенный номер. За время прохождения маршрута Жасулан потратил минимум средств. Топливо и питание ему обеспечивает одна из популярных сетей автозаправочных станций. А друзья и родственники в каждом городе предоставляют ему жилье. Люди с улицы подходят, обращаются, интересуются, спрашивают. Я даю все координаты родителей, чтобы они направляли счет через Киви кошелек либо на прямой шланговский счет, так как лично я сумму, то есть деньги на руки не беру. Каждый город пробега Жасулан отмечает звездочкой на своей машине. Честь наклеить ее выпадает тем, кто не остался равнодушным к истории маленькой девочки. В Шумкенте юбилейную десятую звездочку на машине оставит один из спонсоров автопробега. Очень рад, что мне удостоилась такая возможность именно помочь, как-то поучаствовать. Я к тому, что призываю всех людей. Нам всего нужно 395 тысяч людей, чтобы каждый скинулся по 350 тенге. И тогда мы сможем все вместе подарить жизнь маленькой прецессе Адеми. В маршруте Жасулана еще три города, которые он планирует посетить до конца сентября. Уже завтра мужчина будет в Таразе. Анастасия Новикова, Нургали Кошаналиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Утерар».